Чувашский филиал Россельхозбанка начал выдачу льготных инвестиционных кредитов. Первыми получателями стала агрофирма «Альдеевская» и «Коминтерн». Оба предприятия уже приступили к реализации проектов по строительству молочных комплексов. Сегодня состоялось подписание кредитного договора. Льготное кредитование сельхозпредприятий – долгожданная форма поддержки для агрария. Она появилась в начале 2017 года и позволяет направлять целевые средства банкам напрямую из федерального бюджета. Отсюда специальные ставки по кредитованию для аграриев – не более 5%. Писали с Россельхозбанком два первых кредитных договора на 180 миллионов рублей и на 95 для реализации двух животноводческих комплексов на 400 голов и на 600 голов. Для республики это очень важно, инвестиционные проекты и создание рабочих мест важно. И все остальные направления – повышение производительности труда и увеличение валового объема. В этом году в Чувашской республике 116 инвестиционных проектов будет реализовано. Из них 25 инвестиционных проектов с поддержкой банков. В течение этого года всего планируется освоить более 3 миллиардов рублей на развитие сельскохозяйственных предприятий республики. Первый только реестр одобрен инвестиционный. Мы так рады, что все наши 15 проектов, которые в наших реестрах были, они все одобрены. Но мы решили начать именно сегодня с двух предприятий – это «Альдеевская» и «Коминтерн». Почему? Как говорится, с легкой руки, как вы сказали, Игорь Ильич. Мы так всегда, даже в начале года, всегда стараемся первые договора заключить с партнерами, которые никогда не подводили. И в данных проектах, надеемся, тоже не подведут. Агрофирма «Альдеевская» многие годы занимает лидирующие позиции в производстве молока и сельхозпродукции. Успешное предприятие должно развиваться дальше, ведь препятствий становится все меньше, благодаря государственной и инвестиционной поддержке. Раньше нам банк давал проценты 13-15, был даже один у нас кредит и под 17%, потому что надо было двигаться вперед. А потом только нам субсидии приходят в течение долгого времени. Бывали задержки, до 20 миллионов бывало, что не возврат субсидий. Потом, правда, возвращали. Для традиционных сельскохозяйственных предприятий очень непосильно. Некоторые даже просто не смогли выжить, потому что надо было такие проценты платить. И в прошлом году такое решение провести, это было просто счастье. Мы платим только ту часть, оставшуюся в заводчатом субсидии процентной ставки. И под 2,5-3% вот это кредиты, они просто на уровне Европы. На территории агрофирмы уже ведутся работы по созданию второго молочного комплекса общей стоимостью 230 миллионов рублей, 180 из которых – льготный инвестиционный кредит. Планируется возвести современный коровник, доильно-молочный блок, родильное отделение, другие сооружения. Завершить строительство намерены в ноябре этого года. Татьяна Филатова, Борис Андреев, Республика.